Всем привет! В этом видео я хочу поделиться с вами своими бюджетными помадами на осень. Какая осень именно у вас? Потому что у меня осень такая немножко странная. Я то люблю темные помады, то не люблю их. Пользуюсь обычными блесками, либо вообще бальзамом для губ. Но покажу вам то, что у меня имеется в арсенале и что я могу посоветовать, потому что это бюджетный такой сегмент. Я думаю всем любителям бюджетинки это будет очень даже интересно. Начну я с более светлых таких оттенков и буду приближаться к самым темным. Те цвета, которые я буду показывать в этом видео, я ими всеми пользуюсь. Не думайте, что я их купила для того, чтобы там показывать в видео. Говорить о них иногда. Я действительно ими пользуюсь. Пользуюсь в любое время года в принципе. Но осенью они более актуальны. Ну и первый оттенок это оттенок Tender Mouth из серии Совершенство, по-моему, от Avon. Этот оттенок я приобретала очень давно. Ему, наверное, уже года два, а то и больше это точно. Я, кстати, этот оттенок очень берегла. Я думала, что мне не хватит его. Он быстро у меня закончится. Но как-то со временем я перестала им очень часто пользоваться. Потому что когда я приобрела его только, я пользовалась им каждый день. Этот оттенок для меня пыльный такой увядший розы. Я не знаю, каким он покажется для вас, но для меня он именно такой. Этот оттенок не всем подойдет, сразу скажу. Мне он тоже, мне кажется, не очень подходит. Если его наслаивать совсем чуть-чуть, то это будет цвет немножко темнее моих губ. Такой более-менее натуральный. Если же его наслаивать, то это будет такой вот сейчас модный цвет. Он вроде бы и пыльный, но в то же время и темный. И такой какой-то вот загадочный, приглушенный оттенок. Вот этот оттенок именно такой. Может быть, немножко светлее, чем оттенок, который модный в этом сезоне. И когда я не знаю, что нанести, этот оттенок как нельзя кстати. Помада совершенно не сушит губы. Это практически бальзам. Если использовать карандаш, то стойкость продлится еще больше этой помады. Следующая помада также от Avon у меня. Матовая серия. Я обожаю эти помады. Данный оттенок называется Matte Peach. Этот оттенок, он оранжевый. Оттенок совсем не яркий, он приглушенный. Если, конечно, наносить без бальзама, матовые помады от Avon имеют свойство такое вот сушить губы. Не всегда хочется обращать на себя внимание. Так вот, эта помада, в принципе, мне помогает в этом. Но единственная помада, которая у меня есть на осени, она не относится к продукции Avon. Это помада от Bourjois в седьмом оттенке Velvet. Я обожаю этот оттенок. Это розовый оттенок. Не матовая, она действительно, вот как здесь заявлено, вельветовая. Она как-то наносится муссовой текстурой. Она не сушит губы, если также наносить на бальзам. Она их делает яркими, выразительными и не вульгарными нисколько. Также ее очень удобно наносить, потому что наносится она спонжем. Когда я ее только приобрела, я также ей пользовалась без конца, без края. Мой молодой человек даже с меня смеется. Он говорит, у тебя куча всего, но пользуешься ты почему-то вот только чем-то одним. Действительно так и есть. Я во что-то вот быстро влюбляюсь. Но потом эта любовь со временем приглушается. Просто что-то новое. Хотелось попробовать. Все об этом говорят, что же это такое, такой большой интерес. Я его удовлетворила и вам советую. И еще один оттенок также у меня от Avon. Оттенок фуксии под названием Matt Fuchsia. Действительно это вот матовая фуксия такая. Летом я этим оттенком пользовалась намного чаще. Оттенок также смотрится хорошо на губах, ложится на губы. Следующий же оттенок, который я хочу вам показать, красный оттенок, который у меня уже очень давно, который заменил мне все красные помады, которые только у меня были. Смотрится она также неплохо. Серия, кстати, Avon Color Trend. Очень дешевый сегмент. Мне кажется, вообще дешевле некуда. В оттенке у меня Rich Ruby. Эта помада, она такая очень яркая, именно красная. А я хочу на осень именно что-то такое немножко темное, чтобы глубина была в цвете. Ну и следующий оттенок, очень темный оттенок, который я давным-давно хотела и долго ждала, когда заказывала. Этот оттенок тоже из матовой серии. Такой винный оттенок под названием Matt Grape. Я обожаю его, я нисколько не пожалела, что его приобрела, потому что я мечтала о нем, я хотела его. И он именно пришел такой, каким я его ждала и хотела. Он действительно оправдал все мои ожидания. Но, как я уже говорила, в заказе моему парню не понравился этот оттенок на мне. Мне, честно вам сказать, он вообще не понимает вот этой вот моды, тенденции какие-то. Он, во-первых, не соображает в этом. Во-вторых, он не видит в них смысла. Мне носить, мне ходить в чем-то, честно вам сказать, он на многие вещи, которые вот я вам показывала в покупках, именно вещи на лето, на осень, он на эти вещи говорит бабушкины вещи. Ну вот и все осенние помады, осенние оттенки, помад, которые у меня есть, которые я ношу, какими-то чаще, какими-то немножко реже, по случаю именно. И я считаю это правильно. Не нужно использовать помаду только потому, что она модна и выглядеть при этом как-то гнусно и смешно. Нужно знать меру, нужно знать, что и когда к месту. Нужно полюбить окружающих, полюбить себя. Тогда вы будете становиться лучше. Тогда вы не будете такими злыми, как некоторые люди есть. В общем, будьте добрыми, отзывчивыми и просто человечными. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Целую, обнимаю. И пока-пока.